Мы в Голливуде. Я не журналист, а режиссёр. Тимофей Кухарчук профессию не поменял. Оказаться на съёмочной площадке фильма «Крёстный отец» сегодня смогли все те, кто пришёл на ночь искусств. Тимофей, возьми пообщее. Фотозоны живые. Объекты перемещаются. Коротких видео и бумерангов в этот день много. В фойе театра оперы и балета гостей встречают жар птицы. Единственное, с ресницами было тяжело, потому что буквально минут 10 ты только привыкаешь к этому объёму, привыкаешь открывать глаза и видеть этот мир по-новому. Было 4-5 мест, скруппированные вокруг столика. Есть возможность заказать что-то из буфета и наслаждаться приятной музыкой, атмосферой. Экскурсия по закулисью. В рамках акции «Ночь искусств» театр посетили около тысячи человек. У гостей была возможность первыми услышать фрагменты оперы «Ревизор». Премьера спектакля состоится только в следующие выходные. Более 200 тематических площадок были открыты для астраханцев и гостей города. Спектакли, концерты, квесты, вернисажи, мастер-классы. В этом году слоган акции «Искусство объединяет». Воспитанники детской музыкальной школы номер один выступили в Астраханской картинной галерее. Все, кто пришёл в музей, смогли пройтись по залам искусства Западной Европы. Астраханцы не упустили возможность посетить сразу несколько творческих площадок. Мы «Ночь искусств» посещаем разные экскурсии. И вот в этом году впервые попали в театр оперы и балета. Мы побывали на репетиции «Новый оперы «Ревизор». Сейчас пойдём купим билеты, потому что, видимо, будет очень интересно. Вот посмотрели, экскурсия была по закулисью, по различным залам. Было очень интересно. Я впервые на ней. Приду в следующий год ещё раз обязательно. Я театры люблю. Раньше занималась в театре. Мне очень понравилось выступление оперной певицы на первом этаже, где проходила экскурсия об истории театра «Хадзи». Она пела очень красиво. «Ночь искусств» впервые прошла в 2013-м. Всероссийская акция стала в 2017-м. Каждый год искусство объединяет. Одна ночь позволяет лучше донести до зрителей то, что не рассказать словами. Алтана Урумбаева, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.